В Москве состоялась выставка известного поэта и художника Нины Габриэлян. Выставки бывают всегда очень разные, и публика также бывает очень разная. Сейчас мы благодарны Нине Михайловне Габриэлян за ее талант. Она у нас очень разноплановая, мы все об этом прекрасно знаем. Прекрасная поэтесса, в научной сфере тоже очень развита. И тоже сейчас нас радует разными своими научными достояниями. И сейчас наш музей благодарен ей за эту выставку, яркую, экспрессивную, так же, как является, наверное, ее характер. Мы это прекрасно чувствуем, где-то армянскую, где-то сицилийскую, но очень яркую, и посетители очень любят армянскую живопись. Нина Габриэлян делится тем новым, что появилось в ее творчестве за последнее время. На выставке активно работающего мастера представлено 10 только что созданных работ, в основном на армянские сюжеты, и манера ее постоянно обновляется. Сейчас стремлюсь перейти к работам многофигурным. Мне всегда с детства завораживали многофигурные работы мастеров. И вот потихоньку тоже я к этому перехожу. Но вообще для меня очень важно, чтобы в изображении этого мира, сквозь него, сквозь картины просвечивал отблеск мира иного. Даже если это жанровые сцены, вот пекут лаваш, например, или в дворике люди гуляют, я всегда ощущаю за этим, что стоит что-то еще другое, что за творением чувствуется дыхание творца. Я считаю, что принадлежу к колористическому направлению в живописи, где основным способом мышления является именно цвет. Для меня вообще живопись – это возможность отказаться от словесного мышления, которое очень ограничивает и кодирует наше представление о мире. С какого-то момента я стала ощущать, что я чувствую цветом и думаю цветом. Я никогда не насилую ни себя, ни картину. Если сегодня я чувствую, что мне не хватает желтого цвета, я буду искать, что мне написать желтое. Если я чувствую, что... Я даже не рационализирую и не думаю, зачем это и почему это, но если я чувствую, что мне нужен холодный синий сегодня, я буду писать холодным синим. Нина Габриэлян – художник особенный, с поэтическим взглядом на мир. Об этом говорит ее давний товарищ, представитель, что называется, смежного вида искусства. Я очень хорошо знаю ее как художника, как поэта, который действительно совместил в своем творчестве точную свою интонацию. Для меня это очень важно. В искусстве своя интонация, свой мир, в который она так тепло, открыто и по-своему приглашает каждого зрителя, каждого гостя, каждого слушателя. И когда ты встречаешься в этом мире с теми уголками, с теми красками, с теми интонационными фрагментами, где тебе хочется действительно побыть, вспомнить какие-то свои неприснившиеся сны, свои мечты, грезы и так далее, то ты понимаешь, что там есть тебе место. Это самое важное. Такие выставки – это тот самый естественный мост дружбы и сотрудничества, который много лет существует между Россией и Арменией. Во мне нет ни одной капли армянской крови, в чем, видимо, большая ошибка моих родителей. Но есть способы компенсировать вот этот дух, который возникает, любви к армянскому народу, вот на этой выставке хотя бы. Я должен сказать, что никогда прежде я с творчеством Нины Габрилиан не был знаком. В этом моя вина и огромная радость от того, что мне довелось увидеть вот эту выставку, познакомиться с ее и прошлыми, и нынешними работами. Самое главное – понять, как художник, подозреваю, уже давно живущий в России, тем не менее в душе несет свою Армению. И счастливо, красиво, тонко, восторженно передает это зрителям. Удивительно, Подмосковье Ленина рисует, Сицилию, Армению, а все время получается Армения, и это здорово. Действительно, среди пришедших на выставку не только армяне, ведь самобытная и яркая культура древнего народа очень естественным образом притягивает людей. Стараюсь при возможности ознакомить дочь многообразиями мировой культуры. Узнал про проведение выставки Нины Габрилиан. Собственно, армянский народ всегда был вместе с российским. У нас много общего. У меня достаточно армянских друзей, с которыми мы поддерживаем очень теплые отношения. Поэтому те сюжеты, которые изображены на картинах, они, в принципе, и в домах у них висят, в разных вариантах. Поэтому, в принципе, мне тут многое знакомо. Нина Габрилиан, будучи поэтом, отнюдь не живет в башне из слоновой кости. Она следит за происходящим на родине предков и далеко не все ее радует. Для меня очень важно, что выставка проходит в музее епархии. Здесь маленькая Армения. И сейчас диаспора очень большая стала. Армян в России очень много. Конечно, грустно, что они уезжают со своей исторической родины. Впрочем, к нелегким временам Армении не привыкать. А надежда на лучшее всегда остается. И это прекрасно отражено в стихотворении Габрилиан «Армянская средневековая миниатюра», которую многие уже выучили наизусть. Армения бредет сквозь кровь и пепел бурый, А здесь, в монастыре, склоняясь над листом, Художник Киракос рисует миниатюры, И красный с голубым цветут на золотом. Горячий черный зной навис над древним краем, Над смуглым ужасом иссохших детских лиц. Художник Киракос рисует двери рая И яркую листву и разноцветных птиц. Твори, ведь у тебя такая есть свобода, Как велика она размером в целый лист. Там дерево цветет, и под зеленым сводом Стоят апостол Петр и Марк, евангелист. Копытами коней, храпящих, сумрак пьющих, Раздроблено лицо страны твоей родной, И кисточка дрожит, плутая в райских кущах, Залитых ласковой небесной синевой. Спеши, ведь там в грязи горячий умирая Стянают матери, прижав детей к груди. И если ты сейчас не нарисуешь рая, То после смерти им куда с детьми брести? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok